Симферополь 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 Федерация является правоприемником Советского Союза. Впервые, в общем-то, посетил околоземную орбиту на корабле космическом под названием «Восток-1». И это событие, оно на самом деле вообще переворачивает весь ход истории человечества. Это чрезвычайно важно. На самом деле тут заложено очень много смыслов и с точки зрения молодежи в том числе. Сразу же после запуска первого космонавта на околоземную орбиту, американская разведка буквально начала массу исследований. Каким образом Советскому Союзу, который еще буквально 16 лет тому назад находился в руинах после Второй мировой войны, удалось достичь такого колоссального, давайте перечислять, технологического, научного, образовательного прорыва. И, в общем-то, американские разведчики положили на стол президенту записку аналитическую, в которой основной причиной вот такого исторического прорыва они считают систему образования Советского Союза, которая на голову превышала систему образования всех стран мира того времени. То есть учебники, методики, которые были разработаны, целеполагания, методики, которые вписывались в это целеполагание, кого конечной целью стремились готовить, творца, космонавта, человека, который изменяет мир, который, знаете ли, ну, преследует цели справедливости. А не будем забывать, что Советский Союз при всех особенностях его истории, при всех особенностях внутренней, внешней и глобальной политики, тем не менее, своими основными целями провозглашал построение общества справедливости. Там с оговорками, но тем не менее. И вот этот прорыв, он ведь не только с образовательной точки зрения, не только с точки зрения того, какими воспитывали детей на протяжении предыдущих, ну, минимум 25 лет. Речь идет о поколении. Для того, чтобы в 61 году можно было полететь, нужно было воспитать поколение и подготовить, ну, научно-техническую базу. Ведь что такое космический корабль? Это колоссальное количество заводов, это колоссальное количество научно-исследовательских институтов, это построенная индустрия, это огромная кооперация, документооборот. Вот представьте себе, с точки зрения даже проектного менеджмента, осуществить такой прорыв в рамках, ну, большого государства. Это не очень простая задача. И здесь без кадров научных, без кадров промышленных, то есть это инженерный корпус, это рабочие, это квалифицированные, ну, это станкостроение. Представьте себе, построить ракетный двигатель в то время, тем более сейчас, когда есть определенная история, есть наразботанный опыт. А тогда все делалось в первый раз. То есть, вот все разговоры о том, что Советский Союз был отсталая страна, только одна дата, 12 апреля. Кстати, нужно сказать, что в американских учебниках истории космонавтики российской, русской, советской вообще нет. Имя Юрия Гагарина даже не упоминается в учебниках, а при опросах школьников в Соединенных Штатах Америки при слове Юрия Гагарина, в общем-то, пишут, что он или гражданин Соединенных Штатов, или Великобритании, а некоторые ничего не пишут, потому что о нем даже не упоминается. То есть, две цивилизации есть на планете, которые пишут историю. И второй приоритет управления, хронологический, пишут историю свою. И вот с этой точки зрения, 12 апреля, это, наверное, один из государства образующих праздников, чрезвычайно важных, который в наших разговорах с детьми показывает, кто мы, чьих мы будем, какие цели мы преследуем. И, в общем-то, это на самом деле мировоззренческая дата. Она показывает очень многое о нас с вами. С этой точки зрения хочу вспомнить наш полуторагодичной давности эфир, где мы с вами обсуждали государственные символы. Символ государственный Советского Союза, если вы помните, это колосья пшеницы, которые окружают земной шар, а наверху пятиконечная звезда. С точки зрения символьного языка, пятиконечная звезда, на самом деле, в начале 20 века на языке символов. Сейчас-то она воспринимается по-разному. Есть звезды, которые венчают здания, есть звезды, которые находятся там на пилотках, на фуражках и так далее. А в начале 20 века это был символ, обозначающий Марс и вообще космос. И когда на языке символов новое государство, которое образовывалось после Октябрьской революции, союзный договор был подписан в 22 году, на секундочку. А вот этот символ, посаженный на герб, он означал прежде всего цель достичь возможности полететь в космос. Ни много, ни мало на языке символов. И получается, что государство, которое поставило себе такую цель на языке символов, об этом много не говорилось, но тем не менее, оно этой цели достигло, ну, наверное, первым. Вот уж точно. И вот здесь еще очень многие аналитики наблюдают, знаете, вот такую моральную, этическую особенность. Поскольку Советский Союз с этической точки зрения, с моральной, с точки зрения справедливости, это было государство, которое, кстати, именно в этом, в 61 году достигло того успеха, которого никогда, ни за всю историю человечества, ни один народ, ни одно государство не достигало. Это превышение рождаемости над смертностью на тысячу жителей, была смертность всего 6 промилля, 6 смертей на тысячу. Это тоже одно из цивилизационных достижений всей цивилизации, продолжателями которой мы являемся. То есть на территории Советского Союза было построено не только передовая уникальная система образования, не только передовая наука. Попробуйте полететь в космос без науки, без научных кадров, без научных разработок, исследований, которые проводятся десятилетиями, которые финансируются, это государственные целевые программы. Попробуйте не учить детей определенным азам науки для того, чтобы дети поступали в профильные вузы и тоже вошли в космонавтику, как в отрасль экономики. Это системная государственная задача. Так вот, 6 промилля на тысячу жителей, это еще и здравоохранение. А здравоохранение в этом смысле, я даже не могу пропустить тот факт, что здравоохранение в 61 году, когда был достигнут этот результат, когда уже во всем мире был бэби-бум после Второй мировой войны, у нас бэби-бум был в разы выше, потому что у нас была особая система здравоохранения. Она базировалась на трех китах. Это стационар, поликлиника, курорт. И в этом смысле Крым играл колоссальную роль. Курорты Крыма до сих пор обладают уникальными оздоровительными особенностями, которые в корне отличают от всех курортов черноморских вообще и даже средиземноморских. Дело в том, что уникальный климат Республики Крым имеет свойство горного, сухого, в отличие от других курортов черноморских, где климат, как правило, влажный и ветреный. И вот получается, что вот эта уникальная особенность, она очень полезна легочникам, она очень полезна жителям промышленных крупных центров. И вот эта уникальность Крым, в общем-то, был здравницей всесоюзной и особенной. То есть здесь оздоравливалось огромное количество людей. И это тоже сказалось на особом уникальном превышении рождаемости над смертностью, который Советский Союз достиг именно в год первого полета космонавта Юрия Гагарина на околоземную орбиту. Вот эти все факты, которые, в общем-то, разрозненные, которые, в общем-то, описывают нашу историю, ну, знаете, таким сухим новостным языком. Ну вот, 12 апреля, день космонавтики. И что? Вот за всеми этими датами, которые рассказывают, кто мы, чьих мы будем и куда мы идем, стоят судьбы, стоят биографии людей, стоят биографии людей, которые примером своей жизни могут передать нам с вами, которым 35, 40, 50 лет, вот эту базовую информацию, которую мы обязаны донести нашим детям и внукам. Потому что связь времен – это основа сохранения нашей цивилизации, основа того, что мы с вами на протяжении последних 200 лет, мы так и не достигли стратегических таких параметров, которые Павел I, это еще царский император, отец Александра I, который, он при переписи населения 1803 года ставил такую задачу, фактически перепись населения для этого и проводилась. Есть закон в природе, который гласит, что если народу его ядру не мешать, не происходят эпидемии, войны, геноцида, голод или другие какие-либо катаклизмы, то за 25 лет, за время одного поколения население удваивается. Это кажется фантастикой, но если посмотреть, например, на современный Китай или Индию и посмотреть, с какой точки эти народы, эти цивилизации двигались после Второй мировой войны, а был колоссальный геноцид во время Второй мировой войны, причем очень интересно, мы-то с вами войну Вторую мировую воспринимаем через призму Великой Отечественной, когда у нас с Германией примерно одинаковое количество погибших комбатантов, то есть военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. При этом количество мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов и геноцида, у нас на порядок выше. Так вот, в Юго-Восточной Азии, то есть Китай, Индия, Филиппины, Индонезия, количество комбатантов вообще не превышает 1%. Основная масса, а там погибло огромное количество людей, это мирные жители, которых просто вырезали. То есть Вторая мировая война нанесла колоссальный удар по численности населения всего земного шара, и особенно нам кажется, что основные боевые действия происходили, ну так, в силу истории сложилось на европейском континенте, в Азии проходили колоссальные этнические чистки. Так вот, в результате после 1945 года каждые 25 лет население удваивалось. А у нас с вами эта задача еще не достигнута. Основная задача наша с вами, даже в контексте 12 апреля, даже в контексте того, что мы победили в Великой Отечественной войне, она заключается в том, что русских должен быть не менее миллиарда. Это очень важно из точки зрения, ну вообще перехвата управления на планете, я вам так скажу, но еще и с точки зрения того, чтобы порядки на самой планете стали более справедливыми. А вот для того, чтобы обеспечить такие порядки, для того, чтобы обеспечить русскую концепцию глобализации, нас должно быть больше. И для этого тоже нужно вести определенную работу с молодежью, потому что на самом деле у нас в наш век, во время нашей биографии мы этого, наверное, не достигнем. Нам нужно как минимум 2-3 поколения для того, чтобы удвоить существующую численность всех граждан Российской Федерации и всех русскоязычных, живущих в других странах, которые образовались после распада Советского Союза или которые эмигрировали и живут в других странах. Так вот, вот вся эта работа, не родятся сами по себе люди, потому что и уклад экономический этому не способствует, и новые ментальные течения, новые информационные вирусы, которые посеваются со стороны телевизора, глянца, других средств массовой информации, они этому не способствуют. Вот эта усиленная гомосексуализация, которая на Западе происходит, которая ну просто давит на человечество, вот ювенальная юстиция, которая направлена на то, что у семей, которых отбирают детей, на самом деле здесь с точки зрения демографии производится несколько ударов сразу. То есть папа и мама, у которых отняли детей таким жестким, ну бесчеловечным, фактически звериным способом, они уже детей рожать не будут, а дети, которых отняли и которые пережили этот стресс в молодом возрасте, они тоже никогда уже детей заводить не будут. Таким образом прерываются родовые линии, ну как минимум вот нескольких родов. Это тоже достаточно хитрая технология. А глобальные элиты таким образом навязывают ситуацию, при которой они хотят сократить население, особенно на некоторых территориях. Вспоминаем выступление Барака Обамы, который говорил, что 21 века знаменуется перекраиванием границ и созданием новых народов. Но для того, чтобы создавать новые народы, нужно как минимум зачеркнуть старые, которые обладают своей культурой, своим укладом, своими представлениями о добре и зле, и которые на самом деле будут сопротивляться и сопротивляются этому. Нельзя сказать, что Европа, например, легла под эту гомосексуализацию или ювенальную юстицию прямо вот уж вся. Там на самом деле происходят многомиллионные митинги, чего стоит митинг в том же Париже или в Берлине или в Амстердаме. Ну, просто средства массовой информации это не освещают. Казалось бы, какое-то имеет отношение к 12 апреля, какое-то имеет отношение к истории российского государства в разных ипостасях. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. А вот нет. Получается, что всей своей историей народы, населявшие Российскую империю, Советский Союз, Российскую Федерацию, они демонстрируют стремление к справедливости, которое непосредственно увязано на качество образования, на качество школьного образования, на идеологическое общение, коммуникацию с детьми, когда дети уже в 10-летнем, в 12-летнем возрасте четко понимают, чьих они будут, куда они идут, откуда они вышли и какие стратегические цели у всего народа. И вот здесь на самом деле вот этот вот инцидент, который произошел на эфире танцевального шоу на телеканале «Россия», когда конкурсанты станцевали там фокстрот и разыграли сцену в немецко-фашистской форме с автоматами там. И это в канун победы 71-й годовщины на самом деле вызвало шквал негодования у всех граждан Российской Федерации, которые понимают, я не хочу сказать прямо у всех, но негодование было колоссальным. Вот с этой точки зрения мы с вами должны понимать очень важную вещь. Особенно в канун больших праздников, особенно когда вот весна, весна – это время перемен, весна – это закладка всего солнечного года. Всегда происходят провокации, которые направлены на то, чтобы решить несколько вложенных задач. Вот точно так же, как ювенальная юстиция, отнимая детей, решает сразу несколько вложенных задач, вот точно так же провоцируя общество такими, ну, на самом деле, ивентами. Ну, представьте себе, с точки зрения проектного менеджмента, организовать такую акцию в средствах массовой информации, это надо запланировать, написать сценарий, профинансировать и реализовать. Так вот, решается тоже несколько вложенных задач. С одной стороны, безусловно, негодование направлено на то, чтобы не допустить в нашем обществе таких провокаций, таких инцидентов, которые на самом деле оскорбляют историческую память народов, живущих на территории Советского Союза, бывшего Советского Союза, а нынешней Российской Федерации. С другой стороны, сейчас, поскольку речь идет о том, что Российская Федерация укрепляет, укрепляется, увеличивает свою ресурсную способность, возможности ресурсные, а в это время, например, Запад ослабляется. И это видно на очень многих примерах, связанных и с вооруженными силами, связанных с политиками, связанных с террористическими актами на Западе, которые на самом деле вызваны, это последствия тех действий, которые Европа и Соединенные Штаты допустили, например, в годы арабской весны, это 10, 11, 12 и 13, когда была разгромлена Ливия, когда еще все началось с Ирака и так далее, и так далее. Это такая ответная историческая реакция. Но вот вся история России, она направлена на то, что мы стремимся к справедливому обществу. Мы даже в космос полетели, преследуя, помимо военных, оборонных целей, безусловно, цели, направленные на благо всех народов, живущих на территории России, Советского Союза, но также и на благо всего человечества. И прежде всего полеты были мирные. Вся история космотамтики направлена на то, чтобы создать космические станции, проводить исследования, разрабатывать новые технологии, технологии, причем технологии прежде всего и гражданского, в том числе, сектора. И вот эти цели, которые на самом деле являются благими, это цели справедливые, это цели, знаете, уравновешивающие. Вот с этой точки зрения, вот эти провокации, которые иногда происходят и у нас, внутри страны, нужно воспринимать как попытку стравить и создать усиление напряженности в нашем обществе. В нашем обществе не все идеально, это безусловно. Но все граждане Российской Федерации, независимо от цвета глаз и цвета волос, должны понимать и делать такой, знаете, люфт на то, чтобы посмотреть, на то, чтобы не сразу реагировать с точки зрения, знаете, ну, я не хочу сказать прям истерики, но для того, чтобы там, ну, появились сообщения, чуть ли не о том, чтобы расстрелять этого танцора, который одел фашистскую форму и на центральном телеканале России, в общем-то, поставили такой номер. Это вызвало общественный скандал. Мы все прекрасно понимаем, мы видим, мы считаем и в лицо понимаем, кто эти люди, что они делают. Самое главное, вот в этот переходный год, 2016, а он очень непростой, он закладывает вообще циклы исторические на будущее. Самое главное на сегодня – это сохранить устойчивость управления Российской Федерацией, сохранить трезвомыслие, понимание, спокойствие, даже при всем при том, что не все идеально. Мы с вами понимаем, что поскольку даже население удваивается за 25 лет, то изменение управленческих традиций самой структуры общества с вечера на утро не делается. И именно поэтому всему многонациональному народу Российской Федерации нужно понимать эти управленческие особенности и понимать, что даже вот такие яркие, оскорбительные провокации, которые делаются, ну, наверное, не просто так, они не должны вызывать яркий и сиюминутный ответ, который может, например, понизить устойчивость управления. Вот в апреле, в мае, когда мы с вами будем отмечать 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, как составной части Второй мировой войны, мы вот эту мысль должны с вами, ну, как отче наш, читать, как молитву каждый день, спокойно смотреть на все, что происходит и ни в коем случае не опускаться до того, чтобы повышать агрессию в обществе, для того, чтобы раскалывать общество, для того, чтобы упрощать определенным людям, определенным социальным группам возможность осуществления каких-то майданных действий, государственных переворотов, либо еще каких-то действий. У нас спокойно, целенаправленно, планомерно происходят процессы возвращения государственного суверенитета, и все вот эти вопросы, даже связанные с провокациями на телевидении, там, в митинговой какой-то активности, они все равно решаются не митинговой активностью, они решаются в рабочем порядке, кулуарно, а на то уполномоченными органами и должностными лицами, и пусть так оно и будет. В любом случае, мы с вами помним, что 70-летие, победы, которые мы отметили в прошлом году, 71-я годовщина, которую мы с вами будем отмечать в следующем месяце, это победа в войне, являющейся одной из трех войн 20 века. Великая Отечественная война советского народа против фашистской Германии и ее союзников была составной частью Второй мировой войны, а Вторая мировая война, она еще, она не была горячей, но это еще и была война Советского Союза и всех его союзников против стран англосаксонского мира, которые, хотя и были участниками антигитлеровской коалиции, но в целом вся война была достаточно непростой. И вот эта победа, осуществленная 9 мая, сегодня такой выпуск весь по датам, аппарат победы в 45-м году прошел 24 июня, это день английского масонства, это был такой ответ в этом конфликте скрытом, гибридная сетицентрическая война, когда титульные союзники, которые вместе побеждали Германию, тем не менее четко держали дистанцию и четко понимали, что Германия была инструментом войны против Советского Союза и на самом деле направлялась именно англосаксами. И даже книга Гитлера «Mein Kampf», которая, кстати, запрещена на территории Российской Федерации, она была заявлением Гитлера на лояльность Великобритании и на желание вступить в ряды английской разведки. Такая сложная такая достаточно комбинация. И вот именно в силу этой сложности нам с вами всегда нужно держать голову трезвой, нам сразу всегда нужно держать свои эмоции в узде, и нам нужно четко понимать, что даже если мы начнем на улице кричать, что у нас среди нас есть люди, которые предают национальные интересы Российской Федерации, это все нужно делать в рабочем порядке. В эфире была информационная война. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова